Здравия желаю, дорогие друзья! С вами Реван! 31 серия нашего пути от бомжа до лидера полиции. Сегодня, парни, для меня день очень удивительный, потому что я повстречал человека, которого, ну, реально не ожидал увидеть. Причём в нашей же организации. Так, давайте заходим внутрь, по идее он находится в холле. Полиция Арзамас. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ну, ребят, кто смотрел мои прошлые серии, я думаю, вы его узнали. Встал с кресла. Осмотрел ли свои погоны человека. Кого я вижу? Что? Товарищ подполковник, генерал, это же вы! Для тех, кто не видел нашей прошлой серии, Артём Санти, это один из тех, кто был ранее лидерами этой организации. И в 19 серии мы делали провожание этого лидера. Но админка ему не понравилась, и он решил повторно взять лидерку данной организации. Рэй, очень рад тебе видеть в этих погонах. Вижу, пока мне не было, ты очень постарался. Да, вы меня многому научили. Когда вот я только начинал свой путь в этой полиции, данный игрок очень сильно мне подсказывал, что к чему. За что ему вот реально большой респект. Генерал, секунду, сейчас заберем переоденную и вернусь. Пока снимал вступление, уже успели меня поддеймить. Хоть сейчас этот игрок и находится, давайте посмотрим на втором. А, уже на третьем ранге, ничего себе он быстро поднимается. Опыта у него в этой организации в раз 10 больше, чем у меня. Готовы к патрулю? Да, с радостью, с таким-то человеком. Так, что у нас тут имеется? Давайте берем себе Ауди А6. Товарищ генерал, пока вас не было с нами, уровень криминалитета как будто сильно возрос. Очень много ДТП в городе, бандитизма, хулиганства. Это потому что новый генерал неопытный. Ё-моё, вот этот участок сам, так скажем, реально болезненный, болезненный в этом городе. Давайте вот здесь я сейчас встану. Так, что он делает? Разворот в неположенном месте, это прям очевидно. Ты нас специально байтил, да, на своём ламборги-ниурусе? Давайте, погоня, погоня за этим гадом. Как бы, ну, было очевидно то, что он будет уезжать, он не будет оснариваться. О-о-о, хорошо, колёса ему пробил, отлично. Мощно, мощно, давай, 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 до Талова, давай, до Талова, до Талова. Не, ну этот Артём Санти, он знает, что делает. С ним даже вот таких вот мажоров на очень быстрой тачке мы не отпустим. Ля, в воду улетел. Ну чё, сейчас тебя потушим, давай. Давай, давай, откисай, родная, лё, он отхиливается бешено, употребляет лекарства. Опа, всё, хил в бою, его посадили в Деморган. Ах, хорошо моего. Вы, на самом деле, вот и вправду, очень давно у меня не было такого напарника, который вот мог бы мне так помочь во время патруля. Как правило, люди, которые со мной сидят в машине, они просто сидят и ничего не делают. Не убеду всем тем, кто со мной ранее патрулировал, не обижайтесь. Ты не представляешь, что было, пока меня не было. На меня напали во время обыска фуры. Кололи яд прямо в шею. И затем провели, на первый взгляд, неудачную операцию. Но всё венчалось успехом, а я тут с тобой. Так, движение по встречной полосе, причём в наглую. Так, ушёл в ФК, наверное, сейчас возьмёт оффниться. А нет, не оффнулся. Надо этого водила тормозить. Ля, вообще, наглую просто едет по встречке и не останавливается. Давай, тормози уже. Здравия желаю, подполковник Рэй Карпов. Вы двигались по встречной полосе, что запрещено. Покажите ваши документы. Как? Да, это, походу, новичок. Ну, вы дадите ему тогда самый минимальный штраф. Первый игровой уровень, обалдеть. Я выпишу вам штраф в размере 1000 рублей. Обалдеть, нельзя выписывать штраф игрокам с первым уровнем. Обойдёмся первый раз с предупреждением, больше не нарушайте. Ой-ёй-ёй-ёй, в наглую просто, в наглую по встречной полосе. Ну, давайте, прижимайся к обочине. Тик-тик-тик-тик-тик. Мой напарник, Артём Санти, выпишет вам штраф. Хорошо, сэр. Так, всё, оформляем его. Хорошего вам пути и патрулей. Спасибо, хорошего вечера. Вы не знаете, когда к вам собеседование? Завтра будет. Когда меня назначат на должность полковника, то из заместителя тоже будут провести подобные собеседования. Принимать людей в организацию. Ой-ёй-ёй-ёй, превышение скорости, да и ДТП ещё. А ну-ка стоять. Ты на ламборгини, а ну-ка давай к обочине прижимайся. Ой-ёй-ёй, Саша Вейн какой-то по нам стреляет. Где он, где он, где он? Ай-яй-яй, откуда нас стулят? Ты что на меня оружие направляешь, ты? Этот тоже пушку достал? Ай-яй, с двух сторон валят. Прикрыться. Оп, попал. Ай, с двух сторон добью. Ай, да блин, вдвоём. Давай, Артём. Во-во-во, наши подъехали. Давайте, братцы, давайте. Валите, гадов. Вон, подъехала наша братва, развалила кабины. Ой-ё-ёй-ёй, тут дальше перестрелка продолжается. Оружие достать. Давайте, братцы, давай, обстреливаем их. Этого, конечно, убили по ошибке. Это тот, кто вот влетел на ламбе. Есть бронежилет? У меня закончились броники. Ух, нихера себе, аптечек у меня, в принципе, и так много. Ну, лишним не будет. Спасибо, коллеги. Чё? Артём Рок прямо сейчас предлагает мне сотню миллионов. Офигеть. Ё-моё, ГИБДД, гуляем. Купи себе топ-тачку. Спасибо большое. Я поделюсь со своими коллегами. Эти деньги, парни, я не буду тратить на себя, когда я стану лидером. Я их раздам всем своим коллегам, которые будут со мной в организации. Есть вот специальная вот какая-то вот команда, которая позволяет своим, то есть, членам организации, своим коллегам раздавать премии. Что я, собственно, и сделаю. Не, ну тебе, дружище, большое спасибо. Ладно, удачи, Рэй. Это наш был подписчик, который вот решил нас поддержать. Спасибо тебе, дружище, большое. Надеюсь, скоро станешь лидером. Так, хорошо, давайте отправляемся к супермаркету ближайшему, он находится у нас вот здесь. По-хорошему, давайте прямо сейчас возьмём, мы закупим броников. Из-за того, что перестрелки довольно-таки часто происходят, раздаваются они довольно-таки жёстко. Вроде как недавно, где-то штук 50 их купил, и они все улетели. Взяли, короче, новую машину. Оп, и чё это? Чё-то он на меня оружие направляет-то, а? А ну-ка, стой, зараза, куда вы бежали? Вы на меня оружие направляли. Сорвал маску с человека напротив. Угроза убийства, мы летяжки вредом здоровью. В следующий раз думайте, что вы делаете. Бегает с узишками, меня целится, прям же у моего полисельского участка. Так, всё, этого дикого зверя в тюрьму определили. Артём подошёл, давайте выезжаем. Кстати, что у нас там по еженненным наградам? Давайте посмотрим. Опа, сертификат на азекуины 500 штук. То, что надо, давайте забираем. Игровая валюта, вон, 1 миллион ещё. Азекуины, ларис олигарха, всё это обязательно забираем. Активируем сразу данные деньги. Ну, а также азекуины. Слушайте, итого, если так посмотреть, за всё время, что мы в организации, честным, скажем, трудом, собственноручно, мы смогли зафармить 5700 донат монет. Имея такую сумму азекуинов, прямо сейчас по скидке я могу купить себе премиум випку. Каждый ПТА будет давать мне азекуины, возможности всех вип, премиум вип чата, бесплатный вертолёт, ну а также кучу других полезных улучшений. Давайте покупаем. Всё, самое, конечно же, ещё приятное, то, что эта випка даётся навсегда. ГЦ, ГЦ, ГЦ. Так, ну, чтобы данный чат мне не мешал, я, скорее всего, его просто отключу. Гражданин. Да. Касаем парня того, как я получил данную сумму азекуинов, в прошлых наших сериях я всё показывал, всё демонстрировал, откуда всё это. Артём Санть, его с кем-то общается, какая-то суета, давайте выйдем из машины на всякий. Подстраховательница, что? Ходит какой-то парень, деньги всем раздаёт, Артёму дал, мне дал. Так, всё, всё хорошо. Ой-ёй-ёй, движение по встречной полосе. Ещё и превышение определённое. Заяц на тротуар, да, лихач, конечно, лёдый выезд на встречку. Такого лихача нужно задержать, конечно, тачка у него реально бешеная. Я лидер, пишет, ну, я рад за тебя. Сейчас будем тебя лидера штрафовать. Приветствую, я подполковник Рей Карпа. Здравствуйте. Вы выехали на тротуар и ехали по встречной полосе, а также превысили скоростной лимит движения по городу. Штраф. А, да, покажите ваши документы. Так, 67-й кровоуровень. Ну, я лишаю вас ваших водительских прав. Хорошего вечера. Алло, они на год были. Ля, на самом деле, блин, жалко парня. Кто знал. Так бы лучше выписали бы штраф. Сан Санчес. Куда вас подвезти? Да шахты, пожалуйста. Нет, да шахты далековато будет, дружище. Я тут новичок. Съёмы, ах ты, зараза. Хорошо, давайте это в роботягу подвезём. Всё, давай, дружище. Удачи тебе. Денис Лозин, вы нарушили 8,1 коап. Так, я так понимаю, выехал на встречку. Страх составить в сумме 10 тысяч рублей. Готовы оплатить? Да. Опа. Колесо пробили. Кто это сделал? Ты, что ли, это сделал? Аха-ха-ха-ха-ха. Товарищ Мусор, как дела? Ой, дружище. Зря ты так базаришь. Колесо, колесо пробить. За ним, за ним. Ой-ой-ой, специально подрезает, а? Ну давайте, перестанавливайся. Он выяснил на встречку, полный комплект с его. Валить, 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 гада, валить, валить, валить. Чуть-чуть, 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 чуть-чуть. Почти, почти, чуть-чуть осталось. Вот он там. Колесо пробили, отлично. Всё, машина у него дымит, отлично, всё хорошо. Так, сразу давайте. Преступление против безопреждения. Скрытие с места ДТП. Всё, ты от нас уже никуда не денешься. Метку также ему дали. Опа, капец, как же я вовремя дал ему метку. Офигеть. Просто секунда в секунду. Ё-моё. Метку ему дало 29 секунд. Офтнулся он в 30. Офигеть. Так, а теперь ты, дружище. Куда ты там собрался, а? По базе данных это сторонник МВД. Понятно. Опа, оружие направил. Ты чё там? Я его сейчас просто кончу. Всё, убил. Так, хорошо, двух говняков смирили. Опа, нечисто там дальнобойщик раскручивается. Ё-моё, ты чё, вообще что ли ненормальный, а? За такое правильшее, дружище. Так, 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 так. Выйдите из машины. Нарко надо? Нет, дружище. Артём уже его обрабатывает. Оп, все машины спаунились на серваке. Вы выполняли развороты в неположенном месте. Делали очень опасные манёвры. Покажите ваши документы. 36-й игровой уровень. То же самое изымаю водительские права. Я изымаю ваши водительские права. За многократные нарушения. Он мне там в спину дэймит этот, обиженный, я так понимаю. Которого мы тогда ещё и убили. Так, зашли перекусить с напарником. Вперёд. Вот на самом деле, парни, без шуток. За последнее время количество неадекватов, оно как будто как-то увеличилось. Что водителей стало гораздо больше, которые любят, скажем, полихачить. По встречке покататься, поврезаться в других игроков. Но также появилось очень много тех, кто любит подэймить. У меня розис. Что ты, кенту, да, сядешь? Или что ты будешь делать? А ну-ка, иди-ка сюда. Ля-ля-ля, оффнулся. Ты его кент или что? А ну-ка, иди сюда. Так, так, так. Добрый день, подполковник Рэй Карпов. Сейчас я обыщу вас. Оружие есть, наркотиков, ничего более нету. Это был ваш друг? Так, вроде как нет. Всё, хорошо, давайте его освобождаем. Желаю удачи. Так, так, так. Что тут у вас? Чё вы там собрались, а? Чё делаем? Травку нюхаем, да? Гей? Заломал руку нефора. Так, давайте я быстренько его обыщу. Нет, наркоты вроде как нету. Ну-ка, у тебя. Всё, тоже нормально. Они чистые. Так, а вот этот явно, так скажем, делает то, что делать определённо нельзя. Так, 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 так. Постучал в окно. Пишите штраф, так он вышел. Хорошо, на ком основании я должен предъявить документы? Мой напарник вам вот растолковал. Что выписать штраф, нужно узнать ваши данные. Капец тут народу собралось. Отказываетесь документы показывать, верно? Да, верно. Оп, на стуле напали. Кто стреляет? Максим какой-то Аркашкин, кто это? А, вот этот вот, вот этот вот говнюк, да? Ай, он хилится ещё, зараза такая, так ещё и мощно так. Нормальные пацаны не хилятся в бою. Получай по жопе своей. А ты иди сюда, чтобы далеко не уходил. Там было очень опасно. Пройдем к нашему участку для дальнейших разбирательств. Так, так, так. Пойдём. Вы нарушили статью 5.1 Коап. Бодикамера также записала, как вы выехали на встречную полосу во время дрифта. Это ещё статья 8.1 Коап. Я понимаю, что нарушил. Почему вы отказались показать документы? Поэтому прошу вас выписать мне штраф, я его оплачу и уйду. Я не понимаю, почему он не хочет показывать документы? Чего он боится? Потому что я не хочу этого делать, я не обязан ему показывать документы. Как я могу оформить на вас штраф, заполнить его, не зная, кто вы? Кого мне в протоколе указывать? Вы обязаны показывать свои документы. Я могу показать вам ПТС, но я не должен показывать вам паспорт. Ну, ё-моё. Расскажите в суде. Показали бы документы сразу, отделались бы штрафом. Достал документы из кармана человека напротив. Так, я так понял, РПО с нами играть не будет. Для того, чтобы вписать штраф, вам надо мой паспорт? Ну, как бы да. Ладно, короче, это бессмысленный разговор, ему ничего не докажешь. Уже полчаса пытаемся его спасти от тюрьмы, но он-то, скажем, очень сильно хочет туда попасть. Ля-ля-ля-ля, что делает, что делает? Оно, стоять! Ловить гадюку! Гадюка, стой! Что? Дмитрий Тойота. Ну, в такой ситуации нам поможет только дед. Так, первого аборигена вот сюда. На 300 минут за плюс С, также ДМЗЗ. Давай, дружище, удачи. Теперь ты, дружище. Нон-РП КОП Варн Дай, не КОП это. Плюс С, а также ДМЗЗ. Также на 300 минут. Так, ну, в принципе, всё. Дедок ситуацию порешал, и на чём мы там остановились? А? Дружбан, не спасай тебя эти беспредельщики. В ходе обыска не было ничего найдено, можем его сажать. Он там таймит-таймит, стопыдовый будет писать жалобу, я только не понимаю на что. У него два нарушения, 5,1 КОП, 8,1 КОП, ну, а также отказ полный, так скажем, показывать какие-либо документы. Нам нужно в банковское отделение. Хорошо? Давай. Фух, но сегодня, конечно, суеты было довольно-таки немало. Напоминаю, парни, то, что так как я уже выполнил все требования, необходимые для получения звания полковника, я, по идее, скоро им вполне смогу стать. И когда это случится, я постараюсь активно проводить собеседование. Так что, если вы ходите ко мне в организацию, в полицию, то-то, скажем, всех жду. Оп, вы получили 5 азакойного, зарплата 150 тысяч. Нормально, вон, премию випка кормит. 5 вот этих вот азакойнов прямо сейчас можем перевести, получается, вот, в 60 тысяч рублей игровой валюты. Спасибо тебе за этот вечер, я думаю, ты заслужил. Ох ты, лямчик нам подогнал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ё-моё, спасибо. Напоминаю, парни, то, что все эти бабки, которые вот так вот мне опутно дали другие руки, и я их все раздам всем тем, кто будет со мной в организации. Чисто вот всем тем, кто был со мной, кто поддерживал меня, ну а также помогал усмирять всякую нечисть. На этом, в общем, рация, данная серия подходит к концу. Если вы хотите видеть новые серии, как можно скорее, то все, что вам нужно, это поставить лайк этому видеоролику, ну а также подписаться на мой канал. Огромное спасибо за просмотр. Всем желаю удачи. Субтитры сделал DimaTorzok